Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы снова на улице Бончарова, центральной магистрали города. И снова у дома, который когда-то принадлежал купцу Василию Александровичу Чебоксарову. Одним своим крылом под номером 9 он вытянулся по улице Дворцовой, другим своим крылом под номером 40 по улице Бончарова. После страшного пожара 1864 года купец его перестроил, а в мае 1899 года был утвержден проект на новую перестройку. Она коснулась первого торгового этажа. Под запросы арендатора были изменены окна и главный вход с угла. Вполне возможно, этим арендатором был Николай Григорьевич Медведев, состоятельный предприниматель Симбирска. На проекте, который хранится в госархиве, изображающем фасад с новым входом, четко читается фамилия Медведев. Его модный мануфактурный магазин, который располагался как раз в этом здании, в 1901 году рекламировался так. Имеет в большом и разнообразном выборе сукно, драп, трико и плюш для дамских и мужских костюмов. На нижнем этаже располагался бокалейный магазин Мухаммеда Карима Абушаева. По ассортименту и качеству товаров, а следовательно и по их цене, он значительно уступал магазинам Зеленкова и Черноусовой, но выигрывал по количеству покупателей. Абушаевский магазин посещали люди среднего достатка, каковых в Симбирске было немало. Поначалу Абушаеву приходилось заниматься торговлей самыми разными товарами. В конце концов, он стал специализироваться на бокалеи, прежде всего на чае. Закупку этого товара он делал в Москве и на знаменитой Нижегородской ярмарке. Так известно, что в 1884 году он купил на Нижегородской ярмарке 101 ящик чая под названием «Небывалая редкость», а также партию кирпичного чая, цветочного и адресского. По данным Госархива, после революции первый этаж по-прежнему занимал магазин, адрес которого указывали лаконично, под рефтрибуналом. На 1923 год там располагался винно-гастрономический и табачный магазин, обещавший цены вне конкуренции. Напомним, основную часть здания занимал Симбирский окружной суд. По адресу улицы Гончарова, дом 40А, сегодня возвышается здание банка. На рубеже XIX-XX веков на этом месте находился дом Виноградова. К сожалению, ничего не известно о владельце дома, кроме фамилии. Вполне возможно, это был фабрикант, который владел суконной фабрикой в селе Игнатовка Сингелеевского уезда, или Виноградов из старинного дворянского рода Беттева. Сам дом был известен своим фотоателье. В конце XIX века здесь работал Спиридон Никитич Никитин. Оборудование для своего заведения он приобрел у Бориса Бика, на тот момент известного в Симбирске фотографа, который решил перебраться в Самару. После окончания в 1879 году Симбирской гимназии Спиридон Никитин учился в Санкт-Петербургском инженерном училище. Вернувшись в Симбирск, он занял место смотрителем зданий кадетского корпуса. На этой должности он прошел путь от поручика до полковника и одновременно работал как частный фотограф. В 1900 году он выпустил фотоальбом «Симбирск». История домовладения Булычева прослеживается с начала 1870-х годов. На топографическом хозяйственном плане губернского города Симбирска в 1870-х годах оно находилось в квартале 60. По документам того времени усадьба значилась как пустопорожнее место, огороженное забором. До 1875 года участок принадлежал мещанину Гриневу. Далее место покупает титулярная советница Екатерина Скрыпина. С 1878 года это домовладение принадлежало государственному крестьянину из Нижегородской губернии Василию Матвеевичу Булычеву. Этот богачесть крестьян активно завоевывал губернский город. Достаточно сказать, что несколько десятилетий семейство Булычев владело Симбирским театром и престижной гостиницей. Новый владелец построил здесь каменный двухэтажный с подвалом и мезонином доходный дом и каменные надворные строения. В июне 1896 года к тому времени уже купец Булычев обращается в технический отдел Симбирской городской управы с прошением на разрешение строительства третьего этажа на существующем каменном флигеле. На городском плане 1905 года этот дом имеет номер 34. Сегодня этот дом под номером 44. Но историко-культурная значимость этого объекта определяется тем, что здесь во второй половине 1880-х годов квартировалась семья Бутурлиных. Глава семейства, потомок старейшего дворянского рода Александр Сергеевич Бутурлин неоднократно был судим и подвергался арестам за народническую революционную деятельность. Летом 1883 года он вместе со своим семейством, женой и четырьмя детьми переехал в Симбирск отбывать сёвы. Выбор места был не случайен. Бутурлин попал сюда по ходатайству матери Марии Сергеевны, урожденной Гагариной, которая в Симбирской губернии владела несколькими имениями. В большей мере прославил фамилию Бутурлиных старший сын Александра Сергеевича. Сергей Александрович Бутурлин стал известным учёным-орнитологом, путешественником, исследователем русского севера. Он автор более двух тысяч статей, в том числе материалы для орнитофауны в Симбирской губернии, изданной в 1906 году. Часть его коллекции хранится в Ульяновском областном краеведческом музее. Двухэтажное с подвалом кирпичное здание по адресу Гончарова, 46, известно ульяновцев как аптека номер один. Оно было построено в 1867 году мещанином Комаровым. Спустя шесть лет к дворовому фасаду дома была возведена двухэтажная каменная пристройка. В 1879 году домовладение покупает купец Алексей Крупенников, выходец из старинного купеческого рода. Алексей Александрович Крупенников считал своим родоначальником одного из стрельцов, прибывших в 1648 году сюда вместе с запольничьим хитрово для построения города. А другой его родственник Кузьма Крупенников, тогда уже крупный торговец с железным товаром в Симбирске, в 1742 году был пожалован императрицей Елизаветы Петровны звание степенной гражданин. В 1885 году новый владелец переделывает часть старого каменного крыльца со стороны главного фасада, строит террасу при нем и балкон. Сейчас они утрачены. По проекту 1901 года со стороны дворовой пристройки к основному дому был возведен небольшой на каменном фундаменте объем – сени. К слову сказать, аптека занимала этот дом еще со второй половины XIX века. На тот момент существовали свои правила фармации. На отпуск ядов и сильнодействующих веществ провизор должен был иметь особое разрешение, а отпуск покупателям подобных товаров заносился в особую книгу. Если в аптеке не было разрешения и указанной книги, то незаконно имеющиеся лекарства изымались и передавались в богоугодные заведения, а нарушители отвечали по закону. Соседи сменялись часто, неизменным сквозь все катаклизмы XX столетия оставалось только наличие аптек под разными номерами. Дом 48-2 на перекрестке улиц Гончарова и Дмитрия Ульянова спроектировал в 1912 году Федор Осипович Левчак для Симбирского общества взаимного кредита. Общество приобрело это здание в 1900 году. Ранняя усадьба принадлежала потомственному почетному гражданину Ивану Степановичу Балакирщикову. По проекту Левчака на месте флигеля и хозяйственных строений была возведена двухэтажная пристройка к существующему дому. Симбирское общество взаимного кредита стало действовать с 1872 года при участии 121 члена. Его целью было выдача дешевых кредитов для своих заемщиков. Интерес к нему рос и уже через 4 года в нем состояло 419 человек. Но первый этаж здания с витринными окнами отдавался под торговлю. С Гончаровской улицы располагались магазины товариществ «Оборот» и «Проводник», где продавались первоклассные галоши и другие резиновые изделия. В начале 1930-х годов на первом этаже располагался магазин знаменитого столичного треста «Москва-швей», впоследствии фабрика одежды «Большевичка». В последние годы здание занимает Центр научно-технической информации с библиотекой и типографией. Редактор субтитров А.Семкин